Вечерний выпуск новостей на телеканале Краснодар в студии Мария Гитманюк. Здравствуйте! И вот главные темы. Сегодня День российской науки о достижениях кубанских вузов и научных организаций расскажем. Молодые ученые могут претендовать на жилищные сертификаты. Что это, кому доступны и как получить? Какое настроение в день рождения у вас? Расскажите. Космическое. Сегодня юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Григорий Васильевич Тяжлов. Ему исполнилось 90 лет. Из-за снегопада увеличилось количество травм. Как их избежать или смягчить падение и сколько еще продлится непогода? Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают те, без кого невозможен прогресс. Ученые и все, кто занимается различными исследованиями. Деятелей науки сегодня честовали в Краснодаре. До начала торжественного мероприятия глава региона и председатель законодательного собрания края смотрели выставку достижений вузов и научных организаций. Так, Кубанский государственный аграрный университет представил проект по выявлению классификации вредоносных заболеваний, ведущей для края культуры, азимой пшеницы. Фундаментальная наука должна быть. И без нее мы никуда. Но она должна все равно иметь прикладное значение. Потому что вот сегодня абсолютно правильный подход. Мы агропромышленный край. Высокотехнологичное сельское хозяйство. Мы гарант продовольственной безопасности, жительница страны. И, конечно, нам важно, чтобы наука работала в первую очередь на те отрасли экономики, которые у нас в авангарде, которые для нас важны с точки зрения их и развития. А вот то, что сегодня я вижу, безусловно, вот эти разработки, они, конечно, и максимально сегодня создают перспективу того, что наше сельское хозяйство будет, по крайней мере, защищено, в том числе, от вредителей в рамках современных условий. Потому что сегодня все меняется, очень быстро меняется. И мы не должны отстать, чтобы, опять-таки, сохранить передовое наше сельское хозяйство передовым. И, конечно, наш агропромышленный комплекс также оставался высокотехнологичным. Вениамин Кондратьев поздравил ученых края со сцены Краснодарской филармонии и вручил заслуженные награды. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени вручили ректору Кубанского государственного аграрного университета Александру Трубилину. Еще 14 человек получили почетные звания заслуженный работник высшей школы РФ. Грамоты и благодарности. Именно в этот день, в 1724 году, указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В честь праздника Кубанский государственный университет награждает свой золотой фонд ученых, которые внесли весомый вклад в развитие отечественной науки. Об этом в материале Лилии Пасморовой. Дипломов удостоились 56 работников вуза. Их профессиональный рост активно стимулировали грантами, строили новые лаборатории. Вклад в модернизацию науки оправдался. Многие принесли университету прибыль в более чем миллион рублей. Мы ориентированы в первую очередь на запросы нашего края. В частности, наши молодые аспиранты занимаются тем, чтобы научиться извлекать винтный камень из вина при его переработке, тоже без реагентов. Лаборатория «Мембран» — одна из самых награждаемых в КУДГУ. С помощью химии научные сотрудники кафедры бросают вызов глобальным экологическим проблемам. Сегодня окружающая среда заселена пластиком, частицы которого разлагаются сотни лет. К решению этого вопроса подключены все страны. Молодые краснодарские ученые тоже не отстают. Они изобретают технологию очищения источных вод и родников. Мы создаем электрохимические установки, которые позволяют уничтожить микропластик в питьевой воде. То есть люди будут на выходе получать чистую питьевую воду. Ученые поднимают вопросы решения не только экологических, но и экономических проблем. В природных источниках страны имеется большое количество ископаемых. Подводные, пластовые и шахтные воды России содержат залежи лития. Сотрудники КОПГУ предлагают свое решение по добыче и переработке металла без использования сторонних реагентов и биологических организмов, что является крайне актуальной темой для импортозамещения. Так как сейчас мы стремимся к переходу к более экологически обоснованному потреблению, так вот как раз литий помогает в этом, потому что он является основным материалом для накопителей энергии, для батарей. В своей работе сотрудники лаборатории стараются минимизировать использование реагентов. Ведь засорение как окружающей среды, так и химических процессов ведет к негативным последствиям, болезням населения. По словам ученых, 5% людей на Земле содержат в своем организме микропластик. Над решением задач вывода этих реагентов из организма уже работают в лабораториях КОПГУ. Чем замечательна мембранная технология, мы можем провести процесс селективно, ничего не добавляя в природу. Таким образом мы разделяем тот раствор живой в природе, который существует, на отдельные фракции. Кубанская наука сегодня модернизируется и значительно омолаживается. Средний возраст научных сотрудников лаборатории по изучению мембранных технологий меньше 33 лет. Ученых мотивирует заниматься наукой с помощью грантов и побед на всевозможных конкурсах, таких как 100 молодых ученых. Знания и открытия молодых специалистов сегодня важны и крайне востребованы. Лилия Пасмурова, Александр Шереметьев, телекомпания «Краснодар». Теперь молодые ученые, которые добиваются значимых достижений в науке, могут претендовать на жилищные сертификаты. Программа, в рамках которой они могут получить государственные сертификаты на приобретение жилья, теперь доступна не только для научных, но и для научно-педагогических работников, научных организаций и вузов, вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Жилищный сертификат – это именной документ, по которому человек получает безвозмездную субсидию на покупку недвижимости. Для того, чтобы получить сертификат, молодой ученый, нуждающийся в улучшении жилищных условий, должен проработать научным или научно-педагогическим сотрудникам не менее пяти лет и иметь ученую степень кандидата или доктора наук. При этом кандидат наук должен быть не старше 35 лет, а доктор наук – не старше 40. Также важно, чтобы научная или образовательная организация признала соискателя нуждающимся в получении социальной выплаты на приобретение жилья. Для признания претенденту необходимо подготовить полный пакет документов. Алгоритм действий молодых ученых, необходимых для принятия участия в мероприятиях, размещен на официальном сайте Миноборнауки России. В рубрике «Государственные жилищные сертификаты» подраздела «Жилищная политика» раздела «Деятельность». Министерство образования и науки рассматривает заявления молодых ученых, изъявивших желание принять участие в мероприятиях, и по результатам принятого решения доводят его до организации по месту работы молодого ученого с соответствующим письмом с приложением государственного жилищного сертификата и ведомости его вручения, либо уведомление об отказе молодому ученому быть признанным участником мероприятия. Прогнозируется, что в 2023 году на сертификаты будут претендовать 3400 человек, а средний размер выплаты составит около 3,5 миллионов рублей. Расширить категории молодых ученых правительству получил президент по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию. Работа идет в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. Теперь больше молодых ученых смогут получать сертификаты на приобретение жилья. Это позволит приобрести специалистам и сосредоточиться на научных исследованиях и прорывах прорывных проектов. Кстати, сейчас в нашей стране по указу президента проходит десятилетие науки и технологий. Его основные цели – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знаний о людях и достижениях российской науки. К другим темам выпуска сегодня юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Григорий Васильевич Тяжелов. Ему исполнилось 90 лет. С праздником ветерана поздравил глава Краснодара Евгений Наумов. О теплой встрече расскажет Ксения Лозовая. С самого утра в доме Григория Васильевича звучат слова поздравлений, важные пожелания и благодарности за нелегкий труд. Глава Краснодара Евгений Наумов не мог в этот день остаться в стороне. Приятный подарок – пожелание имениннику и букет ярких пышных роз для верной спутницы Григория Васильевича – Лидии Алексеевне Тяжеловой. Они вместе вот уже 50 лет. Григорий Васильевич родился 8 февраля 1933 года в Курской области. Войну встретил в родном селе. С раннего возраста работал трактористом вплоть до призыва в армию. После армии по комсомольской путевке поехал на строительство Белоярской атомной электростанции. Начинал лесорубом, потом освоил профессии сварщика и бетонщика. Окончил строительный техникум и был назначен мастером. В его жизни было много строек от зерноскладов в Казахстане до Кусурганской гидроэлектростанции. Дома строили, построил там, школу там построил, жилье. То есть прямо непосредственно в центре стройки, да, получается? Вот это самое, ехал в Краснодар, самостоятельно. Тогда все просто было, да, собрался, чемодан взял. Примерно так и получилось. С 1978 года Григорий Васильевич живет в Краснодаре. Дело жизни, конечно, не оставил. Строил заводы, жилье, электроподстанции и другие объекты народного хозяйства. Участвовал в строительстве Краснодарского водохранилища. Сейчас душу радует трое детей, пять внуков и два правнука. Награжден медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Все награды зарабатывают с трудом. Приятно, когда поочаряют труд. Своим настроением в день рождения Григорий Васильевич нас приятно удивил. Какое настроение в день рождения у вас, расскажите? Космическое. В жизни каждого человека день рождения. В основном это придает бодрость и энергию. Бодрости и энергии Григория Васильевича действительно можно позавидовать. 90 лет. Жизнь продолжается. В здравии, счастье и в окружении близких людей. Ксения Лозова и Дмитрий Кислицын. Телекомпания «Краснодар». Всего несколько месяцев осталось до юбилея Карасунского округа. Ему исполнится 50 лет. Это один из самых крупных районов города. На площади в 152 квадратных километра проживает свыше 400 тысяч человек. Среди них немало тех, кто навсегда останется в истории Краснодара. Один из почетных жителей Карасунского округа – Владимир Громов. Историк, в прошлом атаман кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края, ныне общественный деятель и педагог. Среди десятков статусов он выделяет один, наиболее важный – пашковчанин. Вся моя жизнь на территории округа. И я помню те времена, когда на территории округа находились крупные сельскохозяйственные предприятия, как пашковский, крупнейший совхоз был. И в годы студенчества мы работали на полях и в садах этого предприятия и в школе. Родители мечтали, чтобы мальчик получил образование, поэтому Громовы переехали в Пашковку. Уже тогда вместо футбольного поля он выбрал библиотеку. Колорит казачества и очерковые портреты пашковчан побудили юношу поступать на исторический факультет в Кубанский государственный университет, где Громов преподает уже 46 лет. В Пашковской была создана первая казачья школа. Сейчас в Кубанском университете созданы студенческие казачьи сотни. Пашковское казачье общество. Одно из лучших в городе Краснодаре и, наверное, Дайвойске. Я был первым его атаманом. Занимая руководящие должности, Владимир Прокофьевич немало сделал для Краснодарского края и Красунского округа. Он помог возобновить храм Вознесения Господня, организовал визит патриарха в Сеяруси в Пашковку, был инициатором установки монументов историческим личностям. Вот перед нами всеми стоит задача помнить историю, помнить и знать свою историю семьи. Нужно понимать, что мы не просто так на этой земле живем. И до нас жили люди, и до нас любили Россию, любили Кубань, и нам это завещали. Сегодня Владимир Прокофьевич продолжает содействовать развитию города и округа. На общественных началах занимается поставками гуманитарной помощи в зону СВО, преподает студентам историю, поддерживает казачество и пишет книгу о пашковчанах. Дефициту справедливости Громов противопоставляет историческую правду, патриотизм и любовь к семейным корням. Вилия Пасморова, Алексей Товстенко, телекомпания «Краснодар». ФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя Армавира, который выполнил задание по поручению иностранных спецслужб. Сообщается, что кубанец вел переписку в социальной сети с гражданином США. По его указанию снимал видеоролики, дискредитирующих работу органов правопорядка при проведении несанкционированных протестных акций на территории региона. Подготовленный материал планировалось передать в посольство США в Москве. Управление ФСБ России по Краснодарскому краю обращает внимание гражданам, что оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, квалифицируется как государственная измена, за совершение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Вместе с тем, лицо, оступившееся и совершившее указанное преступление, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законом, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации. От имени органов безопасности жителю Армавира объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Больше русских слов на вывесках. В Краснодаре поддерживают изменения в основах государственной и культурной политики, которую внес президент Владимир Путин. Эти правки касаются защиты русского языка от иностранных слов. И сейчас мэрия ввела инициативу о том, что нужно изменить вывески. Прежде всего, это касается таких понятий, которые легко меняются на синонимы из нашего языка или слова, давно известные публике. Мы все понимаем, что это мера, которую диктуют нам нынешние геополитические условия. Все это понимают. И, разумеется, это будет сделать, возможно, непросто. В том числе, потому что русский язык сам по себе непросто очень сложный. Потому что самый богатый, самый красивый язык. Я уверен в мастерстве, квалификации местных представителей бизнеса и маркетинга, которые точно смогут сделать из возможного ребрендинга большой плюс для эффективности собственного продукта. Пока инициатива от мэрии носит рекомендательный характер, впрочем, специалисты администрации, которые занимаются согласованием вывесок, отмечают, что предприниматели стали меньше прибегать к иностранным названиям. Господдержку на сумму более 2 миллиардов рублей получили краснодарские предприятия в прошлом году. Средства предоставили в рамках поддержки бизнеса. Их выделили на модернизацию, техническое перевооружение, приобретение и монтаж оборудования для развития производственной деятельности промышленных предприятий города. Взаимодействие государства и предпринимательства, симбиоз от которого выигрывают обе стороны. Предприниматель приобретает оборудование, сырье, платит кредиты на выгодных условиях. А городской бюджет наполняется налоговыми выплатами, которые поступают от предпринимателей. Такой подход помогает увеличить поступление в бюджет и нарастить количество рабочих мест. По государственной программе развития промышленности Краснодарского края и повышению ее конкурентноспособности, краснодарские промышленники получили субсидии на сумму более 98 миллионов рублей. Через региональный фонд развития промышленности льготных займов было предоставлено практически на полтора миллиарда рублей. Больше 108 миллионов рублей было выделено для субъектов малого и среднего предпринимательства через краевой фонд микрофинансирования. А поручительств выдали на сумму больше 400 миллионов рублей при помощи Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Городская мебельная компания воспользовалась мерой поддержки от Краевого фонда микрофинансирования. Завод стал работать еще эффективнее. Экономика Краснодара от этого только выиграла. А горожане продолжают покупать местную качественную мебель. Подробности у Даребезинской. Этот станок на заводе служит больше напоминанием, с чего начиналась история предприятия. Оно заработало более 20 лет назад. И директор сам собрал вот такой аппарат, который делает из деревянных брусков изящные ножки для стульев. Вспоминает Валерий Восконян те далекие годы с легкой ностальгией и гордостью, потому что завод серьезно вырос. Тут три этажа появилось. И буквально изменилось все. И продукция изменилась, и фабрика, и облик прыгнул совсем другой. Сейчас компания – настоящая гордость Краснодара. Производство полного цикла. Закупают только сырьем и целиком выполняют все работы. Вытачивают детали, обклеивают, окрашивают, покрывают лаком, шьют обивку, собирают. На заводе работает уже устоявшийся коллектив, который растет вместе с производством. Осваивают новое оборудование, современные технологии, ищут интересные ходы в дизайне. Ездили несколько раз в Китай, в Европу, чтобы посмотреть новый ассортимент мебели. Мы вот изготавливаем это все. Плюс к тому же, скажу, что мы сами тоже думаем, обрабатываем, думаем, как что-то новое создать. Люди подсказывают, что им надо. Когда они приходят сюда, они подскажут, надо то-то, то-то, то-то. Мы начинаем думать. И, естественно, это все изготавливаем. Завод сделал еще один шаг навстречу новым технологиям. В прошлом году получили два микрозайма из Краевого фонда микрофинансирования по программе «Промышленник» под 1% годовых. В минувшем году ставку по этой программе для некоторых отраслей снизили в четыре раза благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. И на эти деньги купили два современных станка. Один уже работает. Он уникален тем, что здесь можно забить все нужные размеры, для выточки. Плюс функционирует специальная система всасывания пыли и стружек. А это безопасность рабочих и чистота в цеху. Второй станок пока налаживают. Полноформатный станок, где можно лист сразу положить и прямо по листу разрезать буквально все детали. То есть дал программу, она пошла, разрезала, потом поменяла фрезу, взяла другую фрезу, сделала фигуры, потом еще одну фигуру делала и потом разрезала его полна деталей. Новшество как нельзя кстати. Производство делает мебель для гостиниц, школ, культурных учреждений в больших масштабах и по индивидуальному дизайну. А еще поставляют составляющие для других мебельных фабрик, поддерживая импортозамещение в Краснодаре. И как из разных деталей в разных цехах рождается такой целостный шедевр, так и из общей работы всей команды, начальства и поддержки государства складывается успешный бизнес. В Краснодарском крае реализована возможность получения свидетельства о рождении ребенка без похода в ЗАГС. Такую услугу предлагает интернет-портал Госуслуги. При выписке из раздельного дома необходимо отдать согласие на получение электронного документа. После государственной регистрации ребенка мама получит уведомление в личном кабинете. Также при подаче заявления мама определяет удобный для нее день и время получения свидетельства на бумажном носителе. В настоящее время, учитывая взаимодействие со смежными службами, пока что это необходимо. Но все идет к тому, чтобы исключить и уменьшить документооборот, в том числе и бланки свидетельств. Но пока что это необходимо. Кроме нововведений, сотрудники государственной службы назвали самые популярные и самые редкие имена. Чаще всего встречаются мальчики Артем, Иван, Давид, Лев, Марк, девочки София, Мария, Ева, Анна. Самые необычные имена – Лео, Елисей, Мекан, Играмидин, Каприан, Аделина, Евросинья. А самой запоминающейся стала регистрация мальчика с именем Краснодар. Городские коммунальные службы продолжают бороться со снегопадом, который идет вторые сутки. Только за прошедшую ночь использовали более 500 тонн противогололедных материалов для обработки дорог в Краснодаре. Городские трассы расчищают более 40 комбинированных машин. Отдельное внимание уделяют маршрутам, по которым ходят школьные автобусы и общественный транспорт. За ситуацией на улицах города круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и единой дежурной диспетчерской службы. Сейчас в ЕДДС находится моя коллега Аделина Серенович. Она на прямой связи с нами. Аделина, расскажи, какая сейчас ситуация в Краснодаре и что говорят специалисты. Мария, добрый вечер. Мы находимся в единой диспетчерской службе. Именно сюда стекается вся информация города. Сюда отправляются все обращения горожан. Помогает, как видим, следить за обстановкой и отдел видеомониторинга. Юрий, расскажите, пожалуйста, в связи с осадками, в связи со снегом прибавилось ли работы для служб? Конечно, прибавилось. В связи с падением осадков для расчистки и уборки города от снега было привлечено более 200 единиц специальной техники, более 3000 человек. Группировки, которая была создана в 30 хватило. Как посмотрите на экран, сейчас проезд транспорта везде обеспечен, затора на дороге нет. В течение двух суток, когда выпадал снег, остановок с движением числа транспорта вообще не было, не фиксировалось. При ухудшении погодных явлений, конечно, группировка может быть усилена в связи с обстановкой. Также в связи с выпадением осадков предусмотрено подвижный пункт, развертый подвижного пункта от службы спасения. По указанию главы города он может развернуть в любом месте. На 100 человек также там размещается пункт обогрева и питания. Где такие будут мобильные пункты? В связи с главы, в Озмоле, скорее всего, на трассах федерального значения это все размещается. Ну, как видим, работа идет круглосуточная. Уже вечер, но люди работают. И также ночью работа будет продолжаться. Так что снега можно не бояться, в случае чего все будет очищено. Мария, вам слово. Спасибо, Аделина. Напомню, при возникновении чрезвычайных ситуаций краснодарцы могут звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб. Непогода в Краснодаре сохранится как минимум до пятницы. Синоптики говорят, что осадки уже сегодня прекратятся, но из-за минусовых температур снег продолжит лежать на земле. А значит, и надо по-прежнему оставаться внимательными. Традиционно зимой увеличивается количество травмированных. Врачи отмечают рост зимних переломов и растяжений и в краевой столице. Чаще всего это травмы рук, ног. Подвернули ногу, упали на руку. Поэтому перелом верхних, нижних конечностей, естественно, увеличивается в процентном соотношении где-то на 30-50% по сравнению с тем, что было до гололеда. Врачи также замечают, что травмы и горожане получают из-за своей невнимательности. Отвлекаются на телефон и не смотрят под ноги. И советуют не торопиться и не держать руки в карманах, чтобы в случае потери равновесия на скользкой поверхности успеть схватиться. Например, за перила или попытаться смягчить падение, подставив руки. Войти в высший эшелон женского волейбола. Такую цель ставит перед собой Краснодарский спортивный клуб «Динамо». И у спортсменов появилась новая возможность для достижения успеха. Об этом, а также об истории планах клуба в нашем сюжете. История Краснодарского «Динамо» началась еще в далеком 1946 году. За все время своего существования клуб воспитал сотни лидеров, в числе которых чемпионки Европы и мира. Сегодня у спортсменов появилась новая возможность для покорения спортивного Олимпа. В торжественной обстановке президент женского волейбольного клуба «Краснодара» «Динамо» и генеральный директор крупнейшей на юге России строительной компании подписали договор о сотрудничестве. Сегодня волейбол женский в России, он самого высокого качества. Это не только у нас команда «Динамо», но и во многих других клубах Российской Федерации. Мы рассчитываем на то, что серьезная финансовая поддержка позволит нам оплектовать основной состав команды, девочек, которые будут играть в дубле, для того, чтобы обеспечить стабильность игроков, чтобы они показывали волейбол самым высоким уровнем на всем протяжении тех турниров, которые сегодня проводятся в Российской Федерации. Для нашей компании, для меня отдельно, это очень важно именно быть участником что-то большого. Я понимаю для себя, что «Динамо» – это то большое, что интересно нам и готовы мы туда вкладывать свое время, ресурсы и его сделать еще намного лучше, намного больше. В церемонии подписания принял участие министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. Этот день важен не только для клуба и нового генерального спонсора, но и для всего кубанского спорта в целом. «Один из старейших клубов у нас в России, который с 1946 года сегодня обрел своего партнера, сильного партнера. Бессловно, смотреть вперед, не оглядываясь назад, без поддержки невозможно. Планы, которые есть, безусловно, они звучные. Сегодня задача, она ни максимум, ни минимум – войти в восьмерку. Задача вполне решаемая, исходя из того темпа, того результаты игры, которые мы видим, что мотивация есть». Волейбольный клуб с 1946 года ни разу не менял своего исторического имени, неизменно представляя Кубань на национальных и республиканских соревнованиях. За эти годы 30 волейболисток представляли Краснодарский край в национальных сборных СССР и России.